Библейский портал экзегет.ру представляет Речь до царя Давида После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида Так, а где Давид? Давид вроде бы главнее Нафана, нет? А вот у Иисуса Сына Серахова Это же прежде всего перечень пророков Самуил был последним в 46-й главе Поэтому Нафан, пророк, при Давиде назван прежде Как туг, отделенный от мирной жертвы Так Давид от сынов Израилевых То есть туг, то, что перед Богом сжигается Да, на жертвеннике И Давид, отборная часть от всего народа Он играл со львами, как с козлятами И с медведями, как с сигнятами То есть побеждал их на охоте В юности своей не убил ли он из полена Не снял ли поношение с народа от Голиаф Естественно, которого он победил Когда поднял руку с прачным камнем И изложил гордыню Голиафа Ибо он возвал Господу Всевышним И он дал крепость правой руке Его поразить человека сильного в войне Возвысить рог народа своего Рог, но величие, слава Метафорический такой, очень уже стандартный образ Так прославил народ его тьмами И восхвалил его благословение Господа Как достойного венца славы Тьмами, то есть десятками тысяч Дал ему в песнях победу над десятками тысяч Хотя он победил одного Голиафа Но это послужило победе над всеми филистимлянами Ибо он истребил окрестных врагов И смирил враждебных филистимлян Он даже до ныне сокрушил роках То есть устранил их как опасность, как некий народ После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словам хвалы От всего сердца он воспевал и любил создателя своего И поставил преджертвенникам песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение Вот оказывается важно не только победить, но и Бога прославить за победу И у нас уже была музыка, пение, творчество Как способ прославить Бога И Давид не менее угоден Богу в том, что он творит Нежели в том, что он побеждает врагов Он дал праздникам благолепие Источностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя его И с раннего утра оглашали святилище То есть упорядочил календарь богослужебный И Господь отпустил ему грехи, которые были Да, об этом мы отдельно читаем в книгах царств И навеки вознес срок его и даровал ему завет царственный И престол славы в Израиле Вот, смотрите, у нас был тут Енох как образ покаяния А Давид, вроде бы, даже не сказано, что каялся Но есть разные способы Вот своими праведными делами он явил некий образ покаяния другой Нежели можно ожидать вот от человека Который скорее в молитве, который скорее в каком-то обряде это покаяние воплощает После него восстал мудрый сын его И ради отца жил счастливо Соломон, что значит ради отца То есть в благодарность, в признательность Заслуг его отца Господь дает его сыну Соломону счастливую жизнь Соломон царствовал мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон То есть никто не нападал Дабы он построил дом во имя его и приготовил святилище на веки Речь идет об Иерусалимском храме, конечно Как мудро был ты в юности твоей Подобно реке полон разума О Соломоне Душа твоя покрыла землю И ты наполнил ее загадочными притчами О его творчестве Имя твое принеслось до отдаленных островов И ты был любим за мир твой То есть за тот покой, который царил в твоем царстве За песни из речения, за притчи изъяснения тебе удивлялись страны Вновь и вновь Мудрость, которая выражается в словесном творчестве Это тоже способ прославия Творца Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля Ты собрал золото, как медь И умножил серебро, как свинец То есть золота было много, как обычно бывает меди А серебра, как свинца Но ты наклонил чресла твоих женщинам И поработился им телом твоим То есть слишком уж увлекся А женщинами Ты положил пятно на славу твою И осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих И они горько оплакивали твое безумие Что власть разделилась на две От Ефрема произошло непокорное царство То уже при Рваме Соломон и царство разделилось На две части, северное и южное Но Господь не оставит своей милости И не разрушит ни одного из дел своих Не истребит потомков избранного своего И не искоренит семя невозлюбившего его Он дал Иакову остаток и Давиду корень от него То есть израильтяне не будут истреблены Более того, царская династия Давида тоже не прервется Хотя, когда Иисус Сын Терахов это пишет Судя по всему, ну, другие люди правят иудеи Либо это хосмонейская династия, которая не связана с Давидовой Либо селевкиды уже ее прибрали к рукам Или еще прибрали к рукам А не было восстания Маковейского, которое освободило Я немножко наоборот сказал Сначала селевкиды, потом хосмоней Но не давидиды в любом случае Тем не менее, давидов корень сохраняется, династия Поэтому так будет важно, что Иисус из Назарета Иисус Христос, сын Давидов, его потомок И почил Соломон с отцами своими И оставил по себе от семени своего безумия народу Скудного разума Мравоама Ничего тогда про царя Ну, что ж, если царь такой, то так и скажем Не будем всех хвалить ради величия Назовем, как оно есть Скудного разума Мравоама Который отвратил от себя народ через свое совещание Когда там люди попросили освободить налоговое бремя Он его обещал, наоборот, усилить И Иерваама, сын Наватого, похожий, именно другой Это тот, кто основал Северное царство Который вел в грех Израиля И Ефрема указал путь греха То есть отделился от общего царства Со столицей Иерусалима И, соответственно, организовал такой языческий культ Как обравдание для легитимации Что называется, своего нового государства Весьма умножились грехи их Так что они изгнаны были из земли своей И посягали они на всякое зло Да, коли не пришло на них мщение Ну, а здесь, конечно, речь про разрушение О Самарии при Осирийцах И вот пересказ истории Израильского царства Причем пересказ через личности Потому что важно не в каком году была какая битва В каком году построен город И сколько там было чего Но важно, как люди себя вели по отношению к Богу И как это влияло на судьбу всего царства Вот ровно на это обращают внимание наш историк А точнее богослов А точнее проповедник Как его еще назвать Иисус, сын Сырахов И это, конечно, продолжится в следующих главах Когда речь пойдет уже не о царях, а о пророках Иисус, сын Сырахов